друзья вы видели начало наши записи на прервал какой-то звонок дурацкий ну знаете зачем они звонят они так хотят нам деньги в случае промыть ведь не могут и тогда продолжаем значит а может быть сначала и так юлия сергеевна мельникова помощница моя и по совместительству племянница значит готовит ухаживает за самосевом манджульских абрикосов за то чего самое главное как я считаю должно быть садах почему манджульский абрикос из гор из холодов где минус 40 минус 50 значит до приполярных кругов при определенных условиях он может жить и просветать далее самосев из всех абрикосов из манджульцев самая ценная вещь потому что входят не все сходят самая у меня новый термин не жизни нет не так не морозостойки не зимостойки а жизнестойки вот они значит сейчас она это и работа летом польет по ухаживает осенью отправить вам если они вам нужны отправлять бой мы пока решили так мы не знаем спрос но пусть будет 500 рублей согласитесь что они того стоит ну тут кто это меряет бутылками водки тот поймет обидно бывает продавать по цене бутылки водки ценнейшую вещь самое мощное абрикосы вспоминаем телевидение вспоминаем что это все честно правда дали по 40 ведер дерева ну а эти скромнее я тут первой серии показал что я показал от это уже другой вот такие пни вот остались пни но это после того когда мы абрикосы и косточки собрали они собрать все было невозможно хотя вот именно с таких вот мы собирали по 23 свете здесь была трагедия знаете какая здесь оставалось зашло несколько тысяч когда с этого дерева было снято 25 лет несколько тысяч и все попали под косу тогда я сказал себе так двоим сергею железового вот эта тележка это центр будущего небольшого питомника так то есть все сейчас высыпает юлия сергеевна это остается уничтожить их невозможно вот видите посмотрим сколько их вам плохо не станет хотелось бы все это продать почему потому что так сложилось что у нас другого варианта заработать на жизнь нету а для вас это единственный шанс обзавестись абсолютно морозостойкими в мире саженцами вот они видите вот такой густотой ну в принципе я вроде бы все сказал так вот доступит еще хитрость такая я устал мне уже не хотелось бы вмешиваться в этот процесс сейчас я еще раз юлия сергеевне пусть она громко пока и длится ли всем это не будет продиктует свой телефон потому что кто-то скажет да вроде бы много всем хватит но это только кажется бывали в нашей жизни супер заказы юля помнишь последняя посылка сколько килограмм потянула 11 10 и 8 по моему вот я и я ее сам тебя пожарил тащил на эту на почту вот так вот чтобы не пролететь то закажет 3 ну будем считать от трех и до бесконечности вот 3 можно заказать 10 20 100 юля сергеевна я не помню на память громко телефон 8 983 271 37 68 юля сергеевна так благодарю за внимание значит еще раз посмотрели вокруг увидели эти чудеса и все-таки вы скажете у меня это но не могу я не не сказать и так мой оппонент крупнейший и раскручивающий садовод абрикосовод россии это московская и ты юля слушай это московская московской ботанический сад не буду называть ни фамилии не имя и отчество ничего не буду кому надо те знают вот сказала все равно как правило ее слова уже поправилась но все равно сказала не просто раньше наговорил вырастают дички а последний раз уже после нашей как на дискуссии сказал как правило дички но то есть все равно если вы это все купите у вас будут как правило дички теперь я железо вам объясняю значит уже в который раз я не могу иначе его это возможно будет для многих решающий фактор не я ваулин директор и ты тоже юля слушай может этого не знаешь директор челябинского директор мясского института экологии он же один из руководителей челябинского университета вырастил такие же точно знаете каким высылал вы думаете большие даже не такие вот такие вот прошли годы его отчет не мне нет отчет был сделан на заседании ученого совета где-то там на уровне россии на 5 год по отношения на 9 10 год несколько лет по отношения 50 более килограмм с каждого дерева нет там не так 28-50 чем-то и еще не все десяток фотографий все красавцы все судя по фотографиям культурное до 30 там 5 8 грамм раз абсолютно съедобно это мне он и по телефону и там в этом самом в этом отчитался что все они в одном месте он говорил вкусным другом сладки в третьем съедобное и так вот это еще будут лучше почему я на этом надеюсь закончу разговор дело в том что они правильно называются уже не манджурские у них культурные папы внимание это абрикос мичуринский вы увидите что вот эти плоды до 100 грамм будут вот это ветеран который еще жив но посиди сколько все веток взял это ужас это жертвенное дерево которое 25 лет назад уже телевидение снимала потому что плоды были размером с яйцо или полтора раза больше чем яйцо вот вот последние плодики до доживает свой век до страшная вещь но за все годы она дала мне сотни сотни веток смотрите вот опять ветки они поехали к вам кто умеет прививать видели это старинный акт почему она живет до сих пор а почему на нем опять плоды пусть немного да потому что она привита на манджурцы вот он внимание видели манджурец он никогда не обогонит манджурец по той простой причине что мы жили самое мощное дерево в мире из абрикосов вот так вот и возвращаемся празднопрасно ли работа делает наша милая мельникова юрия сергеевна или нет вот это все вырастет ваших садах и это будут уже гибридные 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 вот то есть что-то среднее между манджурцем а ваулин же не это самый серьезный ученый он же не стал это самое скрывать такие достижения он скрыл только одно юлия сергеевна а что значит моей фамилии там нет агротехника моя ничего не делать называется он это повторил и сеянцы мои тоже забыл сказать теперь он король я опять в тени но это так слова я почему смело об этом говорю очень отчаянный человек очень смелый он пошел по пути нас садоводов-любителей это мы это я это боднер это латинков и добился гигантского успеха он единственный пока все остальные спят и до сих пор что ведь появились время что ты мне сказала ну буквально минут 15 назад ты не сказал все равно не купит иск а вряд ли купят да так было вот а я чего жду ведь этими абрикосами можно было насытить все и сразу в рвануть на 100 лет вперед вот сразу все плодопитомники россии 1 все научно-сельские учреждения 2 научить мне этих самых это не во всех вузах научить студентов этому потому что они ничего не знают они знают что это ничего расти не может ну вот я выговорился благодарю за внимание жди супер заказов сразу от науки а также где от академии наук будет вызов еще раз телефон и закончим 8 983 271 37 68 юлия сергеевна вот а почему потому что устал я вот теперь ее мучите пусть она вам посылает до свидания друзья так теперь помоги и остановить я первый раз делаю именно с телефона